В Центре дополнительного образования детей и молодежи ежегодно занимается более 1500 детей. Нередкий случай, когда ребенок, придя в Центр дополнительного образования однажды, остается здесь в рядах активных и талантливых учеников до конца школы. И на это есть масса причин. Учреждения образования работают без выходных и всегда стараются подстроиться под график ученика. Кроме того, выбрать занятия по душе среди многообразия предложенных кружков и объединений может каждый. Направлений очень много, каждый найдет в себе занятия по душе. Это музыка, и танцы, и пение, и рисование. И у нас есть образцовая студия моды. Это у нас и техническое творчество, вы сегодня с этим познакомитесь. И экологический туризм. Каждый ребенок найдет занятие по душе. В рамках проведения «Открытых дверей» дети могли вживую познакомиться с тем, каких успехов достигли воспитанники учреждения образования. На мероприятии у желающих была возможность не только записаться в интересующий их кружок, но и принять участие в мастер-классах. Большая очередь из детей и их родителей образовалась возле студии изобразительного искусства. Среди тех, кто планирует постичь отзарисование, воспитать себе художественный вкус и чувство гармонии, были Надя и Маргарита, а привела их мама. Мы пришли с девочками записаться на ИЗО, потому что у меня старшая дочка ходила сюда на керамику. Несколько лет нам очень понравилось. Опять же, на бюджетной основе, поэтому легко добираться в центре города. Мы выбрали ИЗО на первый год обучения. Те, кто пополнит ряды воспитанников центра дополнительного образования, приобретут опыт и знания, которые обязательно пригодятся им в будущем. Педагогический коллектив учреждения образования настроен на то, чтобы дать ребенку возможность найти дело, которое будет ему нравиться. Ведь только тогда можно стать свидетелем рождения таланта. Кто-то пойдет по тому направлению учиться дальше, по которому занимался здесь. Кто-то будет заниматься совсем другим в своей зрелой жизни. Но у них останется обязательно уже навыки общения. У них не будет никаких комплексов. Они у нас умеют общаться, они у нас умеют дружить, они у нас умеют работать. Они, конечно, участвуют ежегодно во всеразличных конкурсах и городского уровня, и республиканского, и международного.